В рамках Ночи искусств в музее Симбирской классической гимназии актеры Ульяновского молодежного театра показали перформанс, исторические сцены в музейном квартале. В основу его сюжета были положены публикации симбирских газет за 1917 год, частная семейная переписка жителей города, стихотворные вирши поэтов, воспевающих революцию. Мы решили, что в рамках нашего грантового проекта «Симбирский разлом людей судьбы» будет уместно еще раз напомнить о выставке. Мы наш, мы новый мир построим со знаком вопросительным, грезы, потому что перформанс, он как лозунг, он как призыв, он как вот, как вы уже увидели, это языком плаката, языком революции, с углублением в историю 100-летнюю, как бы в Симбирск 100 лет назад. Участники перформанса увидели, как воспринимали революционные события рядовые жители провинциального города, ученики Симбирской классической гимназии и педагоги. Перформанс предварил экскурсию по выставке «Мы наш, мы новый мир построим», созданную при грантовой поддержке фонда «История Отечества». Также в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в музее-дом ателье архитектора Левчака был показан спектакль «Любовь в лихолетие», созданный при грантовой поддержке фонда «История Отечества». Музейный спектакль основан на подлинных архивных документах из фондов музея-заповедника «Родина Ленина». Он повествует о пронзительной истории любви талантливого симбирского архитектора Федора Осиповича Левчака, которая развернулась на фоне событий революции 1917 года и гражданской войны и осталась в его письмах и завещании. Участникам акции представилась редкая возможность воочию представить картину счастливой, благополучной семейной жизни знаменитого симбирского зодчего и одновременно нарастающей личной трагедии в период глобального исторического перелома. Роли исполнили актеры Ульяновского молодежного театра. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.